всем привет недавно получил комментарий от одного из пользователей safe mode вроде бы как безопасный режим переводится значит он решил поделиться ссылкой на дистрибутив arch merch значит вот канал значит сделал его человек из бельгии английский нормально говорит значит в частности приводится там написание так далее в комментарии значит я ему написал что скачать сборочку значит можно вот отсюда значит просто-напросто вот набираете вот такой вот словечко arch merch по поисковой строке там или google или яндекса и ищите вот sourceforge.net вот отсюда значит эту сборочку можно скачать нажимаете значит на download и у вас значит пошла загрузка ну файлик этот я уже скачал и сейчас мы его на просто-напросто подключим к виртуальной коробочке чтобы вы имели как говорится возможность посмотреть вот на загрузочное окно так вот выглядит нажимаете на него но сейчас я немножечко прервусь итак запустили мы виртуальную коробочку смотрим файлик здесь сразу предлагается сделать установку значит ну торопиться пока я не буду выглядит он действительно симпатично значит так можно будет допустим так его убрать значит arch linux с рабочим столом xface и довольно таки прилично значит решение там и программы есть и прочее прочее значит на какие нюансы при установке вот смотрите значит язык выбираете вот здесь английский стоит изначально вот русский стоит пожалуйста идете дальше ну страну там выбираете там где вы живете я там выбираю вот это местечко значит а вот клавиатуру я себе делаю английскую english и найти в киндом вот такая вот меня устраивает вы себе можете поставить любую другую значит вот здесь будет ручная разметка и на виртуалке этого толком не показать стоит вот такая вот штукенция ну а значит я что сделаю эти молодцы они значит взяли и программу в изообраз записали программу для записи экрана мой любимый скажем так на симпл скрин рекордер и я просто с флешки на буду уже вам показывать как при помощи значит это как делать установку на жесткий диск потому что здесь на виртуалке но что ну вот два данные раздела и толком ничего вот ладно остальные нюансы значит смотрите просто сплешки я вам просто на дальше буду показывать а пока значит я это дело закрою программа мне понравилась я значит я установил настроил значит но специально как говорится для вас покажу все этапы хотя вот один из вариантов допустим уже настроенного мною арчика значит будет вот здесь войны вот посмотрите как все это дело выглядит вот настроенный арчик и конки менеджер туда поставила и вот рабочий стол x-face значит здесь планк стоит под настроенный мною программы для записи экрана и для редактирования видеороликов и аудио редактор ну в общем все тот свой любимый набор программ который я люблю значит устанавливать с которыми чаще всего работаю ну ладно значит я сейчас перейду к записи с флешки и прямо с флешки мы по новой значит установим все это дело и под настроем на каким образом у меня значит на жестком диске есть еще парочка по моему свободных разделов вот мы сейчас и посмотрим ну вот видно значит что я поставил на 10 раздел значит он занимает 8 гигабайт на то есть такой немаленький значит но я вместо еще есть парочка разделов у меня ну вот я поставлю на 11 раздел наш учебный значит но переменую его тест чтобы не путаться ну и запомню для себя что он находится у меня на одиннадцатом разделе вот практически и все то есть я вам в этом видеоролике значит показываю полностью значит откуда я скачал как я проверил значит на виртуальной коробочке а сейчас буду показывать как я устанавливаю значит арчик на одиннадцатый раздел жесткого диска и так я нахожусь на флешке вот видите это жесткий диск sda и ни один из разделов у меня тут не закреплен ставить будем ставить будем на 11 раздел значит вот здесь у меня находится флешечка значит ну вот указаны и и как говорится там координаты правда не пишет сколько там использование так далее но не столь важно значит установка на одиннадцатый раздел жесткого диска значит ну что значит выбираем русский язык вот нажимаем кнопочку далее выбираем свою страну или место где вы проживаете дальше значит клавиатуру можете выбрать русскую я выбираю английскую потому что мне с ней чаще приходится как говорится работе иметь дело и вот здесь я иду на ручную разметку на виртуалке тут такого не было ничего здесь у вас опций много можете полностью затереть диск и на него установить все ну почитайте посмотрите я выбираю ручную разметку вот одиннадцатый раздел нажимаю правка значит правка ну что но форматировать extension 4 сделаем его корневым ну вот сюда флаг добавим есть ты не знаю пока может просто на одном будто на флаге обойдется значит и слов у меня был здесь не знаю надо его править или нет линук своп ну давайте вот так сделаем и пойдем дальше значит пишут имя пользователя ну напишем юзов здесь значит напишем пароли по единичке автоматически входить и использовать тот же пароль и для администратора вот ни разу он не запросил сетевое соединение вот у меня я это сделаю уже на жестком диске здесь в данном случае данная сборка она может устанавливаться без подключения к интернету это тоже на скажем так большой плюс нажимаем дальше ну еще раз показывает что там будет сделано ну это и так нам понятно нажимаем на дальше и пошла установка пока найдет я пока первуюсь во время установки начинает появляться на множество окон то есть очевидно идет подключение разделов жесткого диска на у меня их скажем так довольно таки много я бы сказал даже так немерено ну ну что я могу сделать я могу их просто позакрывать собственно говоря меня это не очень-то и колышет вот этот можно закрыть вот это вот это они здесь как грибы после дождя растут ну вот таким вот образом еще один да успокойтесь вы ребята и так установка закончена значит ну что мы сделаем а я сейчас выключу компьютер и попробую стартовать жесткого диска и так я стартовал жесткого диска загрузка быстро произошла значит ну самое главное это подключиться к интернету значит вот у меня вот здесь пока сети не видят у меня внешний адаптер сетевой поэтому я сейчас попробую его вынуть из гнезда снова поставить пошевелить вот вроде бы в нем лампочка загорелась ну давайте посмотрим что тут как говорится есть на значит ну вот моя сеть посмотрим выкинет он какой-то там сообщение цели нет не очень то он хочет опять ее не видит ну здесь вот иногда приходится повозиться вплоть до того что даже несколько раз перезагрузиться пока он не увидит сеть ну вот вроде бы появилось окошечко сообщающие что нужно завести пароль я значит сейчас попробую завести пароль ну и поглядим итак мы подключились к сети значит то что будем делать будем значит заниматься некоторыми настройками я покажу вам именно свой путь настройки под себя вы можете на какие-то элементы взять себе но самое главное посмотрите как гибок рабочий стол x-face вот панель параметры панели вот я убираю галочку закрепить панель и переношу панель наверх ну вот люблю я смотреть панель наверху дальше ну где-то под 46 я сделаю размер панели все пока закрою ну пошли дальше здесь значит я наберу словечко планк вот эта панелька ну я ее хочу перенести вниз контрол левой кнопкой мышки параметры слева снизу 36 размеры значков ну могу сделать даже и побольше ну вот так вот смотрим значит в принципе я по крайней мере получаю для себя милого значит те настройки ну которые скажем так но мне ну нравится они мне ну что сделаешь тут вы можете переместить планк там и вправо там и влево как вам нравится можете эту панельку взять переместить вниз то есть понимаете тут очень скажем так большая свобода выбора ну давайте пойдем дальше допустим панель добавить на панель новые аплеты приложение ля 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 тополя вот раскладка клавиатуры добавить вот она милая сидит теперь значит левой кнопкой мышки по ней свойства так но это не то что я бы хотел а вот настройка клавиатуры раскладка добавить нажимаем не добавляется убираем галочку и добавляем русскую клавиатуру окей изменить параметр раскладки ну я обычно выбираю alt shift стандартная проверяем alt shift alt shift alt shift все нормально работает ну первые так сказать моменты сделали давайте пойдем дальше что же здесь такого интересненького и хорошенького есть в этом арч линуксе я всегда любил менеджеры установки программ вот пусть меня любители арча бронят клеймят да по барабану ну мне нравятся графические установщики ну что тут сделаешь изменить мой вкус никто никак не может значит нравится вам делать через терминал да ради бога я ведь не отрицаю но мне вот нравится графические установщики давайте посмотрим что здесь есть так инструменты ну вот появилась вот такая вот интересная штучка и мы ее сейчас закрепим на панельке задач вот таким вот самым немудреным и хитрым способом пока обновления значит идут я бы хотел что сделать зайти на свой сайт и парочку файликов необходимых скачать ну зайду я на свой сайт очень просто набирается линукс чёточка романов.info ну зайдем на сайт вот мы на сайте я сейчас вкладочку эту закреплю чтобы при загрузке она не всегда появлялась вот посмотрите я я хочу значит скачать себе парочку файликов первый ну естественно свежий файлик команды и видео и скачаем отсюда файлик с расширением ctb одна две три волнистые линии обозначают бакапные копии нам нужен вот этот файлик обычная загрузка дальше значит и хочу я скачать себе файлик конки вот нажимаю на конки и выбираю допустим английские коночки и русские коночки это вот скажем так самое самое необходимое коночки значит вроде бы как скачены команды видео тоже скачены войдем сюда вот смотрим все у нас скачалось убираем все закрываем здесь закрываем и откроем файловый менеджер вот в загрузках у нас значит коночки русские английские и команды и видео все вроде нормально но здесь значит дело долгое но обновление и так далее здесь придется подождать все это дело я закрыл решил вот открыть вот эту вот штучку вот тут значит система сама откидывает список программы пакетов который хочет обновить вот я и нажимаю применить вот здесь я и подожду тут уж придется действительно просто-напросто подождать у автора данного проекта похожая такая же любовь к программе варите как у меня значит он ее автоматом запускает и вот смотрите я нажимаю на значок копировать в избранное ну допустим ну нравится мне эта картинка если я хочу чтобы она оставалась вот я просто выхожу из программы и до перезагрузки у меня эти обоинки будут оставаться вообще я вот наблюдаю скажем так признак хорошего вкуса у многих пользователей любят программу варите и варите слайд-шоу а вот я хочу подчеркнуть другое несмотря на все у автора данной значит сборки скажем вы посмотрите как он аккуратно внимательно внимательно отнесся к подборке обоев рабочего стола ведь они практически выполнены большинство из них в одной теме если вы там будете дальше их просматривать ну вы просто-напросто в этом убедитесь ну ладно ждем окончания обновлений обновлений много вот посмотрите вот я встаю на первую строку и бегу по ней вот в самый низ очень много ну ничего здесь требуется время и мы просто-напросто дождемся скажем окончательного обновления всех необходимых пакетов ну и вот в конце концов получаем долгожданное сообщение что система обновлена а вот теперь начнем заниматься скажем так маленькими приятностями нажимаем значит необходимо перезапустить это приложение чтобы использовать новые пакеты да ради бога а кто же против значит ладненько ладненько не нужен мне билдер я хочу поискать приложение которое хочу поставить и здесь значит я хочу набрать ну например вот конки четочка менеджер ну пусть она его поищет А искать она его не очень Ага Вот она, голубчик, сидит Ну что Поставим его И запустим Ну, для начала запустим Иготом И конки менеджер пока Закрепим вот здесь Вот так у нас все будет выглядеть Теперь пойдем в файловый менеджер В загрузках у нас есть двое иконочек А я хочу Ну допустим Вот я перескочить в новой вкладочке На рабочий стол И здесь я сделаю вид Показывать скрытые файлы Конки Вот здесь вот эту шелуху я Как правило Убираю Перескочу обратно вот сюда И две эти иконочки И две эти иконочки Перенесу сюда Вот они у меня сюда вставлены Иду обратно в конки менеджер Убираю готом И ставлю допустим русские иконочки Вот они миленькие Как говорится Стоят и работают Теперь их Под настроем Нетворк Ну можно проверить Значит на чем Хроме Откроем браузер И видим Что вот Иконочки то Не работают Совсем Вот Никаких циферей нет Что делать Значит Ну что Нужно значит Открыть Ctrl-Alt-T Значит Ну Нарисуем здесь IW Config Enter Нажмем И Вот этот Красавчик По идее У нас Нужно пойти Вот сюда А он Сюда Идти не хочет Мы его берем Снова наберем Вот этот ДС-очек И Средним колесиком мышки Ставим сюда Ну вроде бы все пошло Так Набираем Ну видно Что цифры Побежали Для тех У кого Проводная сеть Нужно будет Набирать команду Не IW Config А If Config И там Где у них Будет If Config Значит Необходимая Конфигурация Значит Вот Возьмете Скопируете Вставите И все У вас будет Как говорится Нормально В данном Случае Значит Коночки Работают Нормально Вот видите Что Цифры По ним Бегают Значит Ну что Скажу Недостаток Значит То что Вот здесь Вот Отображается Не на русском Языке То есть 10 ноября Фразе Он Выдергивает Значит Значит Из английского Значит Очевидно Что Язык Не установлен Достаточно Хорошо Значит Ну Покопайтесь Вальчики Я уж там Все Премудрости Вам рассказывать Не буду Будет Вам Как говорится Время И на домашнюю Работу Посмотрите Как Дополнить Систем Локали Сделать Ее Более Полной После Этого У вас Вот здесь Вот Будет Отображаться Уже Все На русском Языке Просто Хочу Показать Вот Видите В данной Сборке Значит Что Хорошо Сделано Сделан Нормальный Толковый Графический Установщик Приложений Вот В чем Вся Соль Вот Конки Захотел Поставить Поставил Вот я Хочу Поставить УГЕТ Вот Я набираю УГЕТ Хорошая Толковая Программа Которая Позволяет Скачивать Файлы Больших Размеров Вот И все На русском Языке Как говорится Значит Возвращаемся Назад Пойдем Сюда Интернет Вот Посмотрите Трансмиссион Есть Качалка Для Туррент Файлов И УГЕТ Просто Качалка Для Больших Файлов Хромиум Значит Ну По типу Гугла Хрома И Файрфокс То есть Все Самое Необходимое Здесь Есть То есть Вот Понимаете Не все Программы Здесь Есть Вот Смотрите Скайпа Нет Скайп Контакты Search Скайп Интегрэйшн Написано Дисконтинюет Значит Ну Поддержка Прекращена Нет Мои Любимые Программы Team Viewer Но Это Не Значит Что Они Недоступны Да При Помощи Там Репозиториев Аурум И Других Я думаю Что Их Можно Будет Скачать И Установить Ну Сам По Себе Значит Вот Менеджер Пакетов Очень Хорош Смотрите Open Shot Ради Бога Вот Она Это Значит Программа При Помощи Которой Я Могу Редактировать Видеоролики На Которые Сделал При Помощи Программы Systembug Вот Она Оставится Сидит Здесь И При Помощи Ее Я Сейчас Записываю Данный Видеоролик А При Помощи Вот Этой Программы Значит Я Буду Уже Его Редактировать Там Часть Отрезать Часть Там Компоновать Ну Все На свое Как говорится Усмотрение Пока Идет Установка Ну Что Ну Прервусь На Секундочку Программа Установлена Предлагается Запустить Да Ради Бога Запускаю Значит Никак Галочку Не Убрать Ну По Крайней Мере Мы Его Прикрепим Берем Здесь Например У Да Сети Вот Он Редактор Звуковых Файлов Тоже Очень Хорошая Полезная Программа Если Если Вы Делаете Видеоролики Они У вас Допустим Со Слабым Звуком А здесь Звук Можно Значительно Усилить И Добиться Скажем Так Нормального Звучения Видеоролика Хорошая Хорошая Толковая Программа Шумы Позволяет Удалять Из Видеороликов Там Щелчки Много Чего В ней Вот Запускаю И тут же Я Нажимаю Прикрепить Здесь Отмечаю Что Больше Мне Не Показывано Вот Ради Бога То То есть У меня Значит Что Здесь Есть Редактор Центр Так Приложение Иконки Менеджер А Вот Мой Любимый SM Player Я Его Предпочитаю Больше Чем VLC Media Player Ну Не знаю Почему Может Быть Оттого Что Он Несколько Попроще Но В нем Есть Хорошая Такая Функция Тут Он Первый раз Просит себя Автоматически Значит Запускается На первую Страничку Да Ради Бога Вот В нем Есть Хорошая Функция Вот Такая Значит SM Tube Ну Ради Бога SM Вот SM Tube Поставим Его А Вот Теперь Посмотрите Значит Так Open Shot Я Не Поставил Да Ну Ладно Вот Давайте Допустим Запустим Его Без Разницы Там Какой Видеоролик Вот Он Сразу Начинает Его В SM Проигрывать То Есть Вот Если Я Нажимаю SM Tube И Здесь Заведу Допустим Я Не Знаю Допустим А Например И Набираю Там Вот По первому Кликаю Там Можете Добавить Его Фавориты Свои Любимые Взяли Там Это Дело Закрыли Все Казалось Бы Да Ну Давайте Зайдем Вот Сюда Мультимедиа Зайдем В SM Player Вот Я Сейчас Его Прикреплю А Теперь Смотрите Фавориты Аба То Сюда В свою Коллекцию Вы Можете Добавлять Очень Много Чего То Что Вам Нравится Значит Ну Давайте Посмотрим Что Имеется У нас Теперь Мультимедиа Audacity Звуковой Редактор Есть Видеоредактор Есть Программа Для записи Значит Видеороликов Есть И SM Player Есть Так Что Недостает Можно Вот Всегда Прикрепить К Панельке Еще Обычно Я Люблю Добавлять Вот Сюда Вот Такую Штучку Еще Значит Ну Здесь Вроде Бы Как Не Видно Ничего Но Если Нажму Первую Буквку H Появляется Вот Поиск Hand Break Вот Это Значит Конвертер Позволяет Конвертировать Видео Файлы Самых Различных Форматов Из Одного В Другой Хорошая Полезная Штучка Поэтому Я Ее Многим Рекомендую Значит Опять Таки Если Вы Вообще Не Занимаетесь Выпуском Там Производством Видеороликов И так Далее Ну И не Ставьте Эти Программы Я Вам Просто Показываю Варианты Того Как Вы Можете Допустим Вот Поискать Что-то Там Поставить Себе И так Далее То есть В данном Случае Вот этот Графический Менеджер Пакетов Для Арчи Я считаю Что Очень И очень Полезное Приобретение Многие Любители Арчи Они считают Что Ну Это Все Излишество Что Надо Работать Только Из Командной Строки Ну И ради Бога И пусть Считают Но Дело То В том Что Ну Есть люди Которые Так и не считают И Не нужно Как говорится Там Своё мнение Ставить Там На первое место Кому как нравится Извиняете То так и делает Мне вот Нравятся Графические Установщики Так называемые ГУИ Графический User Интерфейс Он Более Нагляден Позволяет Людям Пользоваться Самыми Передовыми Технологиями Почему бы и нет Ну Нравится вам Работать Через Терминал А кто Вам мешает Да ради Бога Работать Через Терминал Вот Допустим Я здесь Наберу Допустим Терм Терминал Вот Термит Значок С плюсом Вот оно Вот Терминал В данном Случае Archmerch И Вы делаетесь Здесь Как вам Как говорится Нравится И что вы Хотите Там делать И так далее А кто Вам мешает Ну Ладно Значит Основным Значит Недостатком Я Считаю Что У Арчиков Пока Является Отсутствие Надежной Программы Для создания Текущих Копий Операционной Системы По типу SystemBuck В Linux Mint В Ubuntu И DBA И Это Большой Недостаток Есть Программы Для создания Изообразов В Arch Linux Но Они Настолько Длинны И Неудобны Для пользователя Что Я здесь Просто Их И Не Привожу Давайте Посмотрим Вот еще Поставим Мою Любимую Программу Вот Нет Здесь Вроде бы Как Поисковичка Такого Я не вижу Но я набираю Буквку C И Сразу Она здесь Появляется Вот Cherry3 Это Одна Из Моих Любимейших Программ Вот Я Запускаю Ну И Первым Делом Я Всегда Делаю Значит Параметры Иду На Ссылки И Вот Здесь У них Веб Сайты Ну Дурным Цветом Выделены Я Его Меняю На Желтый Ну И Закрепляю Здесь И Тут Пишется Что После Перезагрузки Уже Ссылочки Будут Даны Желтым Цветом Да Ради Бога Зайдем Допустим Меджер Пакетов Здесь Значит Я Сделаю Каталог Назову Его Черри Три Зайду В него И Открою Где-нибудь Еще Новые Вкладки Ну Допустим Так Home Где Здесь User Открою Загрузки Вот Команды Видео Значит Я просто Их Вырежу И Вставлю Чай Три Все Нормально Закрутилось Всталось Как говорится И Все Нормально Системы Arch Linux Ну Вот Видите Все Нормальным Цветом Все Как говорится Здесь Крутится И Колышется Дальше Значит У Arch Linux Есть Возможности Установки Программ Не Только Через Вот Этот Менеджер Или Центр Приложений Кстати Что Очень Хорошо Возможности Установки Различных Программ Из Различных Репозиториях Ради Бога Флаг Вам В руки Делайте И Изменяйте Все Что Хотите Вот Допустим Ну Давайте Так Пойдем Вот Настройки Так Вот Внешний Вид Ну Вот У Меня Arch Duck Ну Давайте Посмотрим Какие Тут Есть Варианты Ну Вот Arc Polo Допустим Тут Значки Какие Значит Вот От Джвайта Взять Шрифты Настройки Ну Посмотрите Как Поменялись Значки И Какими Они Стали Красивыми На Панель Планк То Есть У Вас Здесь Возможности Очень Большие Вот Не Нравится Это Открепили Не Нравится Открепили Ну Не Работайте Вот С Нек Спейсом Открепили Геони Там Открепили Там Пик Открепили Там То есть Понимаете Как Да Вот Не Пользуйтесь Вы Броузером Вальди Ну Не Знаю Ну Вот Это Можно Открепить А Вот Панель Посмотрите Я Ставлю Что Это Обозначает Вот Верхняя Панелька Взяла И И Исчезла А Вот Панелька Икс Снова На Месте Центр Приложения Кунки Менеджер Ну Кунки Менеджер Мы Поднастроили Можем Открепить Его А Вот Программа Допустим Опен Шот Видеоредактор Плеер Хэнд Брейкер А Куда Собственно Говоря Подевалась У нас Программа Симпл Скринер Рекод Вот Она Ну Я Люблю Ставить Вот Здесь А Эту Ставлю Рядом Обычно С Браузером То Есть Полная Свобода И То Что Вы Хотите Там Себе Взять Там Поднастроить Но Кто Вам Мешает Значит Если Варч Мерч Вы Нажмете Вот Сюда Перейдете В Выйти И Там Выберите Не сеанс X-Face Выберите Там I3 Или Openbox То Вы Попадете Абсолютно В другую Значит Оболочку Рабочего Стола Openbox Очень Такая Аскетичная Но Она Потребляет Вообще Минимум Системных Ресурсов То есть Опять таки Все Зависит От вас Возможности Для Скажем Творчества И настройки Для себя И под себя Здесь Ну Скажем так Очень Большие Сайт Значит Вернее Сборку Сделал Бельгиец Талантливый Человек И вот Мне нравится Что Помимо Того Что Он Технически Человек Одаренный Но У него Есть Еще И Хороший Скажем так Художественный Вкус Вот Допустим Я набираю Вар Вот Варите Вот Варите Появилась Здесь Вот Посмотрите Вот Еще Один Вариант То есть Он Вот Так Подобрал Обой Рабочего Стола В Тему Ну Что Вам Сказать Ну Человек С Хорошим Художественным Вкусом В эти Тонкости Начинаешь Вникать Когда Вот Поработаешь С самыми Различными Линуксами И понимаешь Что там Да Конечно Хорошо То Там Сделано То Ну Вот Это Большой Плюс Программе Что У Человека Вот Просто Хороший Художественный Вкус То есть Обойнки Подобраны В тему Не хотите Чтобы До конца Они Значит Сеансы Исчезали Вот Пожалуйста Остановили И До перезагрузки Вот эта Обойнка Она будет У вас Как говорится Сидеть Поэтому Значит Вот Возможностях Данного Арчика Значит Я вам Рассказал Показал И Достоинством Я считаю То Что Во первых Он Ставится Даже Без Интернет Соединения То есть Если вы Образ Скачали Вы Можете Записать Его На жесткий Диск Без Подключения К интернету Записали На жесткий Диск Ну Тут Придется Покопаться Подключить К интернету И Дальше Поразведете Все Вот Эти Вот Настройки Которые Я вам Показал Ну Ну Что Я показал Только Основу Их Здесь Масса Вот Посмотрите Сколько Их Тут Всего Вот Пожалуйста Даже Есть Специальный Диспетчер Настроек Вот И Внешний Вид Там И Диспетчер Окон Там Чего Только Нет Выбирайте Что Нравится Вот Пожалуйста Вот Так Оно Будет Выглядеть Все Зависит От Вашего Вкуса От Вашего Желания То Есть В данном Случае Возможностей Здесь Очень И Очень Много Я Даже Боюсь Сказать Что Там Они Безграничные Но Скажем Так Возможностей Очень Много Хорошая Толковая Значит Сделана Система Archmerge Я Вам ее Рекомендую Там 2 гигабайта Образ Там Занимает Скачать Его Не сложно Ставиться Он Тоже Не сложно Ну Могу Вам Порекомендовать Потому что Arch Нев Там Был Arch Там Архитектор Еще Какой-то Они Без интернета И шага Ступить Не могли Этот Дружочек Берет Ставится Даже Без интернета Спокойненько На Любой Раздел Звездкого Диска Вот Такие Вот Есть Скажем Так Нюансы Ну Ладно Я Желаю Вам Всего Самого И Самого Доброго Всяческих Вам Успехов И Удач Попробуйте Значит Вот Этот Арчик Arch Merch Вот Лично Мне Он Очень Понравился Из Всех Арчиков В котором Я Дело Имел Ну У него Я вижу Большие Плюсы Ну Ладно Желаю Вам Всего Самого Доброго И до Новых Встреч